всем здоров ребят с вами как себя дред и наконец-то этот день настал сегодня финальная серия по постройке авроры ну и конечно же крейсера что ж погнали кстати под прошлыми видосами в комментах очень много кто просил заделать аврора со снегоочистителем ну я решил прислушаться и конечно же первым делом замоделем и подготовим к печати этот самый снегоочиститель печать заняла примерно 5 часов внутри все детальки пустотелые и также я специально сделал отверстие чтобы лишняя смола которая останется внутри спокойно вытекла после печати как всегда моем все это дело в спирте и отрезаем все поддержки недавно прикупил себе стекло на телефон который клеится с помощью уфе клея и к моему удивлению в комплекте лежала вот такая вот уфе лампа которая питается от обычной зарядки тут она мне и пригодится чтобы заделать лишнее отверстие чуток мазанул смолы для печати и засветил все это лампы боковые уши снегоочистителя усилил томиевским пластиком чтобы при сушке в уфе камере их не повело и да конечно же не обошлось без косяков изначально не хотел переделывать переднюю платформу и даже уже смонтировал поручни но потом накинул корпус и понял что платформа оказалась узковатой все-таки пришлось ее расширить поручни на передней телеге так как она подвижная сделал разрезными чтобы при повороте ничего нигде не мешало и не задевал две лесенки которые должны стоять по бокам и соединять три платформы решил не ставить так как есть вероятность что их просто обломает перед тем как леет мелкий отвал на свое место решил еще раз зайти в игру и посмотреть как там все это дело реализовали разрабы так вот отвал они сохранили а уже поверх него заделали переднюю часть от цун 3 таран это снегочиститель как вы поняли ну и поверх еще и кран поставили точно не помню от чего он был поручни как видно было в начале видоса не пропечатались и поэтому сделаю их из проволоки так же как и на авроре насверливаем отверстия вставляем и приклеиваем проволоку а потом уже припаиваем горизонты кстати я обещал показать свою машину после полной покраски много конечно проблем вылезло в процессе восстановления но я это сделал цвет выбирал несколько недель бега от одного оттенка к другому в итоге остановился на пяти слоях кэнди синего цвета камера конечно не передаст ей красоты этого цвета но я думаю кто сталкивался с кэнди тот поймет насколько это крутая краска хоть и местами проблемная ну и как же безнадежного аккумулятора которая не будет вам причинять лишний хлопот зимой да и работу свою выполнять на отлично bosch с4 который я выбрал хорош тем что его не надо обслуживать другими словами доливать воду но проверять и подзаряжать при необходимости конечно же надо это универсальная линейка где можно найти акб практически для любой машины будь хоть это европеец или азиат ну а так как сейчас осень то с постоянными дождями помогут справиться новое поколение бескаркасных щеток bosch aero twin у них эргономичный дизайн и новый двухкомпонентный состав резины с покрытием power protection плюс который уменьшает трение и сводит к минимуму уровень шума при работе щеток долго думал насчет крепления снегочистителя и придумал вот такое вот решение в игре он как ни странно вообще весел в воздухе но это все-таки игра но в моем варианте я решил его сделать на швеллерах да еще и съем ну что ж снегочиститель готов теперь нужно сделать вот эти панельки сделали по-быстрому вектор и резанули их на станке из модельного пластика evergreen толщиной 075 миллиметра вроде все по размеру попали и можно приступать к приклейке юбки сделаю еще расшивку и конечно же крепление на поручни чтобы эти панели также были съемными как и снегочиститель со всей этой суматохой забыл про пассажирский вагон его тоже надо будет доделать в игре на крыше вагона была куча всяких труб какие-то баллоны насосы и так далее и сейчас их предстоит сделать также все ящики бочки и покрышки были притянуты к бортам и крыши вагона на троса и веревки веревка кстати у меня осталось от модели черная жемчужина от фирмы звезда а вот тросик этот используется для плетения бисера и купить его можно в любом хобби магазине опять чуть не забыл про эти шипы на броне вагонах и на самом крейсере поначалу думал что приклейка этих шипов займет всего лишь час а заняло чуть больше двух что ж пришло время покраски у меня завалялась вот такая грунтовка от томия и еды и будем грунтовать после того как грунтовка подсохла красим все томейской краской под ржавчину и оставляем все подсыхать со снегочистителем авророй крейсером и остальными вагонами поступаем точно так же да на крейсере серая грунтовка закончилась поэтому пришлось грунтовать уже черный так как почти вся техника в метро ржавая и нехило так ржавая я решил воспользоваться вот такой штукой это жижа от фирмы ака называется она ворн эффект короче простыми словами с помощью него можно добиться эффекта слежей краски вздутой краски или стертой краски тут как уже будет тереть наносим ее уже на открашенную модель например в цвет заводского грунта или как в моем случае цвета ржавчины после того как эта жидкость высохнет красим детали тонким но укрывистым слоем базового цвета броневагон и крейсер в темно-серый аврору в черный и зеленый ну а снего очистителей в бледно-красный после этого дожидаемся когда краска высохнет берем жесткую кисть и немного теплой воды и начинаем легкими движениями стирать базовый слой краски пока не начнет оголяться ржавый корпус ну или например грунтовка и нет дальше базовая краска не полезет если модель после просушки покрыть матовым лаком ну и чтобы эффект всей этой ржавчины был более заметным покроем все модели смывкой или фильтром цвета ржавчины у меня например это просто жидкоразведенная смывка от фирмы ака ну и так как я в этой суматохе простерял все ящики и бочки от авроры то пришлось напечатать все заново ну и конечно же данного все покрасить ящики и бочки тоже были кстати с нуля спроектированы в этот раз решил сделать на аврору объемное остекление вырезав все стеклышки из акрила кстати многие спрашивали в комментах что за лазерный станок у меня так вот станок называется ватсан с полем 900 на 600 и трубкой 120 ватт более подробно про него есть обзор на канале лазер кат у них кстати недавно вышел крутой бизнес-кейс российского производителя узнаваемых и всеми любимых в мире паззлов юни драгон созданных на лазерном co2 станке у меня у самого есть кстати парочка их работ ребята рассказывают как они из небольшого производства вышли на международный уровень с миллионной аудитории видео очень интересное и смотрится на одном дыхании кстати в этом ролике ребята разыгрывают набор паззлов так что успейте выиграть ссылку на видео оставлю в описании под этим роликом ну что ж почти финишная прямая и самый мой любимый этап это конечно же сборка всего того что тут накрасил наклеил и насобирал и и Да, гараж Аврора я тоже не обошел стороной, решил его заполнить всякой мелочевкой. Не так как в игре конечно, но все же лучше чем ничего. Поставил стол, всякие ящики, бочки, насосы и конечно же советскую бензоколонку, вы ее наверное видели в игре. Ну и в завершении воткнем распределительные платы в крейсер и в Аврору и конечно же декодеры со звуком. Жаль правда декодер для крейсера я спалил и пришлось ставить обычный беззвуковой. Ну что ж, я короче там подразобрал у себя, так что у меня не все рельсы, поэтому сейчас протестируем Аврору. Ну вот тут вот на кусочке небольшом. Ох, как я ждал этого момента. Очень долго. Звук. Так, свет. Есть свет. Гудок. Погнали. Погнали. Мастер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...